С раннего утра во всех храмах предпраздничные богослужения. Никольский собор на Абаумена полон прихожан. Верующие делятся. Здесь ощущение чего-то возвышенного. Приходят целыми семьями. Поднимают настроение предпраздничное. Каждый год я хожу, я пришла с дочкой, с премянницей, с премянником. Литургию здесь возглавил митрополит Феофан. Напомнил и о значении праздника. Человечество ждало, когда же придет обещанный еще в раю искупитель. Бог, воплощенный в человеке. Рождение Иисуса Христа стало началом спасения людского рода. Это один из главных христианских праздников. Что-то особенное на Рождествах каждый год готовят в Раифе. Что на этот раз узнаем, отправившись туда на автобусе вместе с другими желающими. Я еду туда с женой получить ту энергию, которую даст монастырь. Это место, я еще раз стараюсь, святое, чистое. В обители в Сочельник особенно много гостей. Рождественская елка и пальма, верболюды и волхвы. Это уже традиционный вертеп в Троицком соборе, переносящий в ночь рождения Христа. Верующие со всей страны увезут с собой не только восхищение местными храмами, но и святую воду израильского источника. Домой приедем, будем пить и причащаться. Знакомым, родственникам, всем, всем по чуть-чуть. У монастыря впервые снежные скульптуры, своя железная дорога и даже собор Казанской иконы Божьей Матери, который для служителей настоящий символ года. В этом году он заканчивается по плану его строительства, намечено освящение собора. Мы решили сделать Казанский собор из снега. Пятиметровая фигура. Скопировали по проекту пропорции храма. Готовит и ледовый городок. Но пока до распятия трона и других символов далеко. Погода в этом году капризная. Если сейчас детали начну делать, они завтра могут растаять. Сейчас мы пока делаем все такое крупное. Если лед тонкий, как сейчас пока что, что-то делается попроще, не так много фигур. Каким получится городок? До крещения чуть больше 10 дней. А пока на пороге Рождество и на исходе пост. Традиционный рождественский ужин, запеченный гусь у многих на столах. Праздник Рождество завтра. Поэтому покупает. Традиций и обрядов немало. Но все же главное в праздник – свет и надежда в душе каждого верующего. Помощь ближним и нуждающимся. И благодатное озарение от той далекой пещеры Мефельемской, где родился Христос, да и снидет ваши души, ваши семьи, на ваших близких и родных, на наш дорогой Татарстан. Около полуночи в храмах республики начнутся праздничные богослужения. Главную литургию митрополит Феофан проведет в Петропавловском соборе. Лина Зинатольевна, Марацид Гараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район.